Привет, вы смотрите Тест ТВ, с вами Надя Лептева и сегодня мы будем делать ультразвуковую чистку зубов собаки. Посмотрим все за и против, что это вообще такое. Вероника Юрьевна, насколько безопасно делать ультразвуковую чистку собакам? Наверное, точно так же, как сходить с нами самим стоматологу. Это важно, потому что если не санировать ротовую полость, то заболевания ротовой полости они приводят к тому, что идут заболевания всех остальных органов и систем, потому что это постоянный источник инфекции во рту. Наркоз достаточно безопасен в такой ситуации. Во-первых, он подбирается под животные индивидуальные, во-вторых, для санации ротовой полости очень дается лояльно. Даже не наркоз больше, а именно амостезия. Такую процедуру без наркоза сделать практически нереально. Я своей собаке зубы чищу, но вот ей сейчас 10 лет и последний раз мы здесь как раз тоже сделали ультразвуковую чистку. Я всегда была против именно из-за наркоза. Могу сказать честно, это огромная разница, потому что раньше, даже после чистки, через неделю запах появляется, потому что я не могу так идеально вычистить зубы. А вот ультразвуковая чистка, после этого у собаки вообще не пахнет изо рта. Зубы идеально белые, и все действительно супер. Половина работы проводится на операционном столе, половина зависит от хозяина. Вот белоснежная, красивая, замечательная, шикарная, шикарная зуба. Как у щенка. Теперь мы сделаем все то же самое, только с другой стороны. А вот шатающиеся зубы, это парадонтоз. Да, парадонтоз. Это уже кому-то они выпадают? Да, да, только дается время. Сейчас уже один зуб удалили отсюда, с нижней челюстью, с верхней челюсти, клубы, которые шатались уже совсем сильно. Это уже четвертая степень подвижности, когда зубы выжить не может. Микротрещина, которая образуется ультразвуковой скейзер, специально полировальной пастой, дистанет для того, чтобы меньше образовываться налево в дальнейшем. Если же санация ротовой полоски проводится просто, только ультразвуком, без применения дополнительной полировки, то это половина работы, которая, ну, с одной стороны, получается выполнена, но не до конца, лишь наполовину, не более выполнена. Ну, самый отрицательный момент процедуры, это именно вот момент ввода в наркоз, момент выхода из наркоза. Я имею в виду для меня как для владельца. Для владельца, да. А положительный момент, безусловно, то, что зубы... Вот такой красивый, замечательный рот. Зубы идеальные, белые. Самое главное, при всем при этом, здоровые. Да, здоровые, это правда. Зато у тебя чистые зубы теперь здоровые. Это секундное, грубо говоря, мероприятие, собака вот уже приходит в себя. Минуту назад она лежала в наркозе, сейчас пёс уже приходит в себя. Ну, мы сегодня смотрели, как делают процедуру ультразвуковой чистки зубов для собак, то же самое можно делать для кошек, наверное. Да, конечно. А сама по себе процедура, конечно, если наблюдать со стороны, не очень выглядит приятно, но могу сказать честно, так как я своей собаке всегда собакам чищу зубы, и они у них в хорошем состоянии, но когда собаки уже лет 9-10, идеально вычистить зубы невозможно, поэтому все равно появляется запах, начинают воспаляться дёсна, и дальше мы видели, что происходит при воспалении дёсен. Зубы могут попадать, поэтому эта процедура, вот я считаю, просто необходима. Для профилактики такую процедуру можно делать раз в год, если это необходимо, но тем, кто ухаживает за зубами своих собак, я думаю, это можно делать, не обязательно делать так часто. В любом случае, выбирать вам, а вы смотрите ТСТВ. Пока.